Уважаемые гости, компания Кодберлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена первым шагам после приобретения программы, когда вы только начинаете заполнять разные разделы, соответственно возникает много вопросов. Тема нашего сегодняшнего вебинара, сейчас мы про нее поговорим поподробнее. На данном слайде вы видите наши контактные данные, то есть наши телефоны, электронную почту, наши телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине не удалось досмотреть до конца или время оказалось неудобным, то через некоторое время мы выкладываем записи произошедших вебинаров, и вы можете зайти, посмотреть удобное для вас время, ну и соответственно возможно найти еще интересную для вас информацию. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева-Галина, и поговорим мы сегодня о том, как настраивать. То есть вы видите сейчас на экране нашу программу вебинара, то есть мы поговорим про первые шаги, которые нужно обязательно не забыть сделать. Поговорим про НДС, поскольку достаточно большой блок посвящен этому и сервису, и налогу. Ну поговорим про учет доходов и расходов, про управленческий баланс, про финансовые инструменты, ну и соответственно про дополнительные сервисы и отчеты, где можно найти, как быстро туда попасть и так далее. Начнем мы соответственно с того, что будем разговаривать про настройки. Соответственно, настройки у нас могут быть какие? Если вы уже сталкивались с ERP, то видели, что сама программа состоит из многих подразделов, многих блоков, и соответственно они достаточно по тематике разнообразны, касаются того блока, с которым вы будете работать. Сегодня мы с вами будем обсуждать блок финансовый результат и контролинг. Вы видите на экране как бы основные функции, которые включены в этот блок. И собственно, что он делает как таковое. Смотреть мы с вами будем на демо-версии программы ERP. Сейчас я немножко поподробнее расскажу, как это будет происходить. То есть мы с вами будем смотреть некоторые слайды и потом будем переключаться на демо-версию программы. И я буду более подробно рассказывать про всякие хитрости, тонкости и все остальное. И соответственно на слайды будут выведены, если можно так сказать, основная информация, которая будет по этой теме и что нужно не забыть сделать, чтобы у вас этот блок работал нормально, полностью функционально и так далее. Вот сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. И начать я хочу вот с чего. Это не совсем по плану. Это обычно запускается такая заставка при начале работы с программой. То есть теоретически про всякие дополнительные сервисы мы должны с вами поговорить в конце нашей встречи. Но я хотела бы вот именно эту заставку показать вам немножко раньше, потому что обычно она открывается при запуске конфигурации. Найти ее можно, это называется монитор портала 1С, найти ее можно на закладочке, либо начальной странице, либо главной. То есть это анализ программы на предмет соответствия вашей текущей версии, последним, который выпущен релизом, ну и соответственно ваших сервисов, до какого числа у вас к ним есть доступ и какой конкретно доступ. То есть, как вы видите, достаточно много разных дополнительных возможностей, но в принципе в первую очередь нас будут интересовать обычно это проверка контрагентов, то есть 1С контрагенты, соответственно, до без электронной подписи для участников бизнеса, кабинет сотрудника, но это немножко в меньшей мере, поскольку не совсем наша, так сказать, тема дня. Ну, короче, здесь сервисы, которыми вы можете пользоваться, если у вас действует подписка ИТС, и в зависимости от того, какая подписка, будет набор сервисов, которые вы можете использовать. Если у вас подписка ИТС техно, то часть из этих функций будет доступна только за дополнительную плату, а если проф, то, соответственно, бесплатно. Но платная версия, в общем-то, очень дружественные цены содержит. Ну, например, 1С контрагент будет стоить на год порядка 4800 рублей. Если это разбить по 12 месяцам, то получится вполне себе дружественная цена. И теперь мы с вами переходим уже непосредственно к нашему плану. И начинаем мы обычно любые заполнения с раздела ИНС и администрирования. То есть научно-справочная информация и администрирование. И здесь, как вы видите, разбита информация. То есть есть у нас настройка ИНС и разделов. И есть и дополнительные функции, которые уже либо конкретизируют какие-то данные, либо, в общем-то, занимаются обслуживанием, то есть обслуживающие настройки, где задаются параметры удаления документов. Там, например, проверка, что делали пользователи, настройка интерфейса. Ну, то есть вот вы видите, этот блок называется администрирование. Мы с вами сегодня будем говорить про блок финансовый учет и контролинг. Он у нас располагается вот здесь. И, соответственно, здесь свернута информация. Можно по каждому зайти и посмотреть, что мы настраиваем. Мы вернемся к этому через пару минут. Я хочу немножко, так сказать, вам показать этот раздел. То есть когда мы открываем финансовые результаты контролинг, вы видите здесь список. Это список разделов, которые, в общем-то, должны быть заполнены к тому моменту, когда мы подошли вот к этому пункту. Порядок заполнения этих подпунктов, в принципе, достаточно логично обоснован. То есть к тому моменту, как вы дойдете до финансового результата, то у вас должны уже быть настроены и заполнены справочники информации конкретно по вашему предприятию. То есть сколько организаций вы ведете, есть ли обособленные подразделения, ну и так далее. И, соответственно, уже с заполненной информацией по этим разделам, мы приходим с вами к финансовому результату и контролингу. Финансовый результат и контролинг у нас, как вы видите, тоже разбит на некоторые подразделы. Сейчас мы с вами вернемся к нашему слайдику. Вот мы с вами посмотрели, для чего этот подраздел существует и, собственно говоря, что он делает. И теперь я хочу вам показать файлик, точнее скрин того места, где мы с вами только что побывали, ручками и носками. И показываю я слайды для того, чтобы у вас лучше запомнилось, как может быть веха или как ориентир, где мы должны ощутиться, для того, чтобы запомнить нужный нам раздел. Следующий момент, это у нас есть еще, вот здесь раздел финансовый результат и контролинг. И здесь у нас, так же, как и во всех других разделах, имеются дополнительные справочники и настройки, соответственно, которые должны быть выполнены. Мы снова возвращаемся с вами к демо-версии. Итак, то есть у нас имеются инсы и администрирование, где есть соответствующие разделы. И такие же разделы мы видим вот на этой желтенькой вкладочке. Такой интерфейс называется такси. Бывает, на самом деле, достаточно непривычно переходить на такой интерфейс, но со временем привыкается и оценивается, в общем-то, удобность такого построения. Итак, сам по себе финансовый результат формируется при закрытии месяца. То есть обычно, особенно бухгалтерам, бывает достаточно сложно, потому что, например, по сравнению с бухгалтерией, какой-то документ провелся, мы можем сразу же туда залезть, посмотреть, какие проводки. Если что, то что-то либо исправить, либо подкорректировать. В ЕРП ситуация немножко другая, поскольку здесь ведется и оперативный учет, и бухгалтерский, и налоговый, то, соответственно, получается, что проводки, то есть непосредственно бухгалтерский учет у нас возникает при закрытии месяца. То есть раздел, который мы с вами рассматриваем, финансовый результат и контролинг – это фактически заключительный этап проведения документов и закрытия месяцев. Поэтому здесь у нас проставляются галочки. Некоторые галочки у меня имеют вот такой вид, то есть неактивны. Это связано с тем, что я в демо-версии уже делала какие-то документы для примера, чтобы показать, и у меня эти разделы уже, во-первых, активированы, а во-вторых, содержат какие-то документы, которые ссылаются на те настройки, которые я уже выполнила. Но вот в частности учитывать прочие доходы и расходы. То есть у меня, соответственно, есть примеры по этим ситуациям. И это в основном нереализационные услуги, услуги банков, ну и то, что связано с расходами в будущих периодах. И, собственно говоря, вот эти вот флажки я уже проставила немножко раньше, поэтому они у меня уже стоят и уже не могут быть отредактированы. Как вы видите, есть еще подсказка, что даже если я сейчас попытаюсь начать снимать эти флажки, программа мне будет очень сильно ругаться и будет писать, что вы включили международный финансовый учет, то есть в рамках МСФО и так далее. Подумайте в своем любом уме. Соответственно, здесь же звучит валюта регламентированного учета. Мы должны были заполнить сведения по валютам в разделе «Казначиста». То есть здесь мы указывали, будет ли у нас только расчеты в российских рублях или будет мультивалютный учет, будут ли использоваться всякие операции импорта, экспорта. То есть были указаны параметры, по которым у меня установлен мультивалютный учет. В учете в регламентированном у меня, естественно, стоят рубли. И рублевые рубли указаны также, как валюта управленческого учета. То есть у меня не возникает разницы, что я, например, веду учет в рублях, а потом должна его пересчитывать в доллар или в евро, ну то есть в другую валюту. Резервы предстоящих расходов. Да, я их буду формировать. Учитывайте прочие активы и пассивы. Вот здесь будьте внимательны, потому что все настройки, которые вы вводите в подраздел «Финансовые результаты» и «Контроллинг», у вас должны быть зафиксированы в учетной политике. То есть будут ли у вас резервы создаваться. Если будут, то, соответственно, должны стоять не только здесь флажки, но и в вашей учетной политике. Должен быть пункт, в котором описывается порядок создания резервов. Формировать ли управленческий баланс. Вот это очень интересная тема, потому что все зависит от того, как в вашей компании будет настроена безопасность. То есть некоторые ведут все в одной конфигурации, то есть и рабочие юрлица, и создается одна компания, которая называется, например, управленческая компания. И, соответственно, консолидированные данные, которые мы ведем в учете, попадают в эту консолидированную компанию. С одной стороны, это очень удобно, потому что все под руками, все можно проверить и посмотреть. С другой стороны, это небезопасно. Многие, конечно, управленческий учет выводят в отдельную конфигурацию, которая живет где-нибудь на виртуальном диске, ну, то есть которая больше защищена и которой нету доступа. Поэтому управленческий баланс, ну, здесь это как бы уже зависит от политики, которая по безопасности действует на вашем предприятии. Ну, естественно, учет постатейных расходов по объектам возникновения затрат. А это вот еще одна вещь, которая не так давно и появилась, то есть в разрезе аналитики объекты возникновения затрат ОВЗ. То есть вы еще, возможно, где-нибудь в литературе увидите такую аббревиатуру сокращения ОВЗ, объект возникновения затрат. И, собственно говоря, то есть настройки именно, которые касаются финансового результата, у нас на этом все. Я его сейчас закрою, чтобы он нам не мешался. Дальше идет расшифровка по учету товаров. То есть, естественно, если у вас несколько юридических лиц, то вы передаете между собой товары. Ну, например, одна компания у вас является импортером и закупает там иностранные товары, а другая производит уже готовую продукцию, то есть производственную. В этом случае, естественно, что закупленный товар должен поступить на ваше перерабатывающее юрлицо. И вот эта вот передача товаров между организациями, то есть внутригрупповые перемещения должны тоже быть учтены. То есть это будет применяться, например, система интеркомпании или не будет. И будем ли мы давать возможность нашим именно юрлицам работать в разрезе договоров, или это будут какие-то разовые заявки. И самое основное, самая вредная кнопочка, которая здесь есть, это отключить контроль остатков. Вот конкретно здесь мы его можем отключить только на время сеанса. Все остальное мы задаем в первоначальных настройках. И, в общем-то, здесь должен стоять большой красный флажок, не знаю, со скелетом Роджера или еще как-то. То есть вот эту кнопочку трогать очень опасно, потому что если отключить контроль остатков, то при расчете себестоимости у нас будут отражаться цинодрофные майки, так это точно. Достаточно тяжело потом будет приводить в нормальное состояние склад и складские остатки. Следующий учет себестоимости товаров ведется с какого числа? Ну, мы считаем, что у нас все нормально, что у нас все настройки, например, по пятому ФСБУ сделаны были в 2020 году. Ну, сейчас нам ничего менять не надо. ФСБУ 26-й мы начали применить тоже, когда положено. 6-й и 26-й, то есть это по основным средствам и по капиталам, что у нас тоже все уже проведены инвентаризации, все, что положено. И, естественно, мы их используем. Значит, пишем, что у нас будет вестись отражение с января месяца, например, с первого числа. И будут создаваться резервы под обесценение. То есть, соответственно, это у нас контролируется вот этими двумя новыми ФСБУ. И мы должны под них обязательно предусмотреть резервы. Дополнительные расходы по товарам. Распределение дополнительных расходов по выбывшим товарам. В основном это связано, если у вас, например, торгующая организация, это может быть связано со складским хранением, ну, со страхованием, с какими-то дополнительными работами, и, возможно, по перетарке. Ну, собственно, вот такие вот расходы, которые были необходимы, но товар у нас перешел в разряд особо памятных. Значит, здесь у нас, во-первых, нужно определиться, будем ли мы распределять такие дополнительные расходы по выбывшим уже товарам. И, соответственно, задаем на товары в пути. Вот этот вопрос как бы стоит отдельно обсудить, потому что не всегда товары в пути вызывают дополнительные расходы. Обособленный учет себестоимости. Здесь тоже нужно посмотреть. Чаще всего, конечно, выбирают идентичным с учетом себестоимости. И обособленный учет, ну, проверяем. Мы выставили так же, как у нас стоит учет себестоимости товаров. Дальше, надо ли нам будет отражать товары по сделкам. То есть в этом случае будем ли мы использовать, например, резервирование под заказы. Ну, то есть зависит уже от коммерческой политики. И два пункта по сделкам и по подразделениям или менеджерам. Вот здесь, ну, как бы обратите внимание, потому что, когда мы будем формировать отчет по валовой прибыли, у нас будет возможность его сделать по подразделениям, по менеджерам. То есть если мы задаем дополнительно такую аналитику, то у нас потом будет возможность еще и отчеты по ней получать. Автоматические расчеты. Ну, то есть в автоматическом режиме у нас будут распределяться партии товаров. То есть именно партии, но при этом в фоновом режиме. То есть мы можем указать график, чтобы, например, у нас эти расчеты выполнялись в ночной период, когда в программе мало или совсем нет пользователей. Ну, то есть чтобы это не тормозило работу. И это у нас то, что касается товаров. То есть все остальные настройки, которые касаются конкретно номенклатурных элементов, конкретно товарных каких-то характеристик, мы здесь сейчас не будем рассматривать. Следующий вопрос, который тоже очень важен, это финансовые результаты контролем, к исправлению и проверке документов. Тоже нужно определиться, будем ли мы фиксировать исправленные документы. В этом случае мы себе немножко облегчаем жизнь, потому что мы не переделываем документ, мы его оставляем жить в программе, мы вместо него вводим исправительный документ. И будем ли мы использовать вот такую вот фишечку, здесь я поставлю, что мы выбрали исправительные документы, проверку финансовых документов с запретом редактирования, или только уведомительное без запрета редактирования. То есть, соответственно, в этом случае на документе, который мы будем проверять, будет стоять флажок, который отображает статус документа, то есть проверено, согласовано и так далее. И при этом, если у нас будут обнаружены какие-то ошибки в этом документе, мы, если включили запретом редактирования, то, соответственно, войти в документы, что-то исправить, будет уже невозможно. Можно будет только ввести корректировочный документ. С точки зрения, так сказать, чистоты эксперимента, лучше, конечно, делать с запретом редактирования. То есть, чтобы потом не приходилось искать, а кто же зашел сюда, кто же вот тут вот... Ой, мамочки, что сделал? Поэтому здесь тоже нужно будет определиться, как вы хотите, чтобы было. Если только уведомительно, без запрета редактирования, то, соответственно, нужно обязательно сразу ставить, настаивать на том, чтобы операционисты при введении каких-то исправлений писали, например, в поле комментарий, что исправлено там то-то, сё-то. Потому что иногда найти именно источник, откуда пошла какая-то корректировка, и кто автор гениального решения, бывает достаточно сложно. И, наконец, целевые показатели. Вот это тоже достаточно важно. Но если вдруг вы ошиблись, и вам не требуется целевой контроль, например, за движениями средств и так далее, контроль за тем, укладываетесь ли вы в выделенные лимиты, то в этом случае вам не надо ставить сюда флажок. Или если вы ввели флажок и чего-то там накосячили, то есть вот такая возможность, если мы переходим по ссылке, то восстановить поставляемую модель показателей. Итак, это мы с вами прошли, так сказать, основные настройки, которые у нас располагаются в разделе НСИ и администрирование. Сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдикам. И НСИ и администрирование. Это вот мы с вами посмотрели. И следующее, это у нас переход уже к самому разделу финансовые результаты и контролинг. Как я уже говорила, все разделы, то есть если мы можем обратиться к любому, содержит, кроме того, что здесь есть помощники, рабочие места, просто возможность составления документов, есть еще один раздел, который содержит настройки, возможно, какие-то дополнительные справочники и, естественно, комплект отчетов. То есть отчеты вынесены обычно вот в такой дополнительный блок. Сейчас мы с вами снова вернемся в нашу демо-базу. И теперь потрогаем, как этот блок выглядит уже живьем. То есть мы с вами заполнили то, что смогли в финансовом результате и контролинги через раздел НСИ. И после этого приступаем уже, так сказать, к эксплуатации самого этого раздела. Вы видите, что здесь у нас обычно даются какие-то, ну, можно сказать, глобально блоки. И есть вот выделенные жирным текстом какие-то данные. Мы про них поговорим немножко позже, через пару минут. И есть вот, видите, тоже непонятно что, какие-то документы. И отдельно выделены отчеты и сервис. То есть в каждом блоке есть дополнительный сервис, который предполагает какие-то специфические документы, которые не используются в других блоках. Соответственно, они вынесены в эти блоки. И здесь мы можем с ними работать. Поскольку мы с вами говорим про настройки, то и начнем мы тоже с этого момента. То есть когда мы переходим в сам подраздел финансовые результаты, контролинг, у нас есть справочники. То есть, как видите, здесь практически все справочники требуют, чтобы мы перешли по ссылке и задали какие-то показатели. То есть задали структуру справочника. То есть вот какие у нас виды деятельности, например, существуют. И вот как они внутри группы подразделяются. Какая у них иерархия. То есть, соответственно, эта информация информация в каком-то плане дает уточнение к тем настройкам, которые мы дали через НСИИ и администрирование. Вот, например, здесь у нас в меню структура предприятия будет отражаться, опять же, вот торговое направление мы смотрели. Вот торговое направление. Вот здесь у нас торговая деятельность. Ну, то есть повторяется строение каких-то справочников уже существующих и дается более конкретная или более подробная информация. То есть здесь у нас касаются вот эти вот настройки распределения видов деятельности. То есть вот у нас сами направления, а вот у нас правила, по которым, например, расходы распределяются по направлениям деятельности. То есть задаются определенные параметры, пропорции, как должны распределяться. Потому что сами по себе расходы мы вносим, когда вносятся документы, делается закрытие месяца, а вот пропорции распределения нужно задавать отдельно. И, соответственно, если у вас много юридических лиц, то они должны корреспондировать между собой и, ну, как минимум, чтобы можно было при управленческом учете сгруппировать их, что если у вас констовары во всех организациях, то будут во всех организациях. А не так, что в одном это будут ручки и пищи и принадлежности, а в другом это будут бумага и пищи и принадлежности. Ну, то есть эти справочники должны быть согласованы между собой и, соответственно, введены уже на уровне групповых справочников. Следующий момент. Это у нас направление деятельности статьи расходов. То есть мы зашли и все вот это вот быстренько заполнили. На самом деле быстренько здесь, конечно, не получается, потому что на самом деле здесь требуется очень аккуратное и вдумчивое заполнение этих справочников. И дальше отчеты, которые у нас касательно финансового результата, как видите, выделены в отдельную позицию. Мы сейчас их смотреть не будем, мы посмотрим отчеты немножко позже. А здесь нас интересует, собственно говоря, что у нас здесь самое важное. Ну, собственно, финансовые результаты контроллинг здесь самое важное, в общем-то, это закрытие месяца. В ERP закрытие месяца имеет несколько интересных особенностей. То есть, вот я сейчас перейду, у меня уже сформирована операция по закрытию месяца. Ну, единственное, что у моей организации, по которой я выбирала, нету данных, то есть, нету движения по документам. Но, тем не менее, посмотреть мы здесь можем все, что нам нужно. Во-первых, в отличие от других конфигураций, особенно это непривычно для тех, кто на бухгалтерии работал, у нас есть возможность перейти на предварительное закрытие, либо сделать окончательное закрытие. В чем разница? То есть, когда мы делаем предварительное закрытие, у нас программа не пересчитывает последовательность документов и, соответственно, расчет себестоимости материалов, которые подлежат списанию и так далее. то есть, она формирует данные, которые у нас без вот этих регламентных процедур имеются в конфигурации. А если мы, то есть, собственно говоря, общий финансовый результат примерный мы сформировать можем, ну, то есть, я вижу, что если у меня списалось столько-то материалов, пришло столько-то, продукция выпущена столько-то, то примерно остаток у меня будет такой-то. То есть, мы не будем ждать, пока перепроведутся все документы, рассчитается уже точно-приточно себестоимость. А вот при окончательном закрытии мы эти процедуры уже должны подождать, пока программа осуществует и выполнит. И в этом случае у нас получается вот такой вот документ, который на самом деле очень информативный, во-первых. То есть, если я вижу, что что-то у меня не задалось, то есть, не проведен, я могу посмотреть, а что же такое было. То есть, вот на данный момент у меня 2740 документов с движениями по регистрам существующими, а проводок, соответственно, нет. по распределению расходов будущих периодов. Абсолютно та же картина. То есть, у меня программа пытается обратить на что-то мое внимание. Я могу перейти по ссылке и посмотреть, на что же. Оказывается, вот видите, у меня есть документы по РБП, и мне надо обратить на них внимание, что имеются нераспределенные доходы будущих периодов по такой-то организации. То есть, я просто по той организации не делала операцию закрытия месяца, поэтому, соответственно, мне и ругаются. Ругаются технические, так сказать, составляющие. И такая же картинка у нас будет по всем вот этим проблемным вопросам. я могу, во-первых, посмотреть поподробнее, ну, во-вторых, просто тупо выполнить прямо здесь же. При закрытии месяца в ЕРП есть одна особенность, то есть, в отличие от бухгалтерии, когда проведение месяца блокируют все остальные операции, она может выполняться в ЕРП параллельно с работающими сотрудниками. То есть, могут сотрудники работать, что-то допустим, вносить какие-то документы, а за закрытие месяца будет себе спокойно работать. Ну, естественно, если вы не пытаетесь при этом корректировать документы закрываемого периода. То есть, если вы работаете, например, в июне, а закрываете май, то все в порядке, такой финт вы можете себе позволить. Ну, и как вы видите, здесь у нас кроме операций по товародвижению состоит соответственно и взаиморасчеты. То есть, видите, у меня аж с ноября месяца здесь не было выполнено каких-то операций. Я по ссылке подробнее могу посмотреть и их выполнить. То есть, вот достаточно четко видно, где и что у меня происходило. Я могу, как обычно, перейти и посмотреть, ну, то есть, конструировать, что я хочу увидеть. То есть, у нас при выполнении закрытия месяца существует предварительное закрытие месяца и окончательное закрытие месяца. Снова вернемся с вами в оглавление. И кроме закрытия месяца у нас есть регламентные документы. То есть, это, в принципе, так же, как было и, допустим, в бухгалтерии. То есть, создается по каждому юрлицу, который у меня есть, и по каждому пункту, который происходит, который должен выполняться при закрытии месяца, у меня может быть вот такой флажок, что у меня что-то не сделано, ну, соответственно, мне надо туда прийти, поправить и сделать все заново. Да, все будет хорошо. Вот. И дальше у нас остается очень, как вы видите, достаточно много позиций, которые выделены этим жирным шрифтом. то есть, это на самом деле, как основные рабочие места, то есть, рабочее место, там, например, по счетам, фактурам и таможенным документам. И вот таким жирным шрифтом у нас выделены помощники. То есть, например, вот финансовый результат, и мы смотрим помощник по учету НДС. То есть, это понятно, что еще дополнительный сервис. Как видите, этот дополнительный сервис включает достаточно много в себя и пунктов и процедур, и, естественно, аналитики, которую можно получить из этого раздела. То есть, как вы видите, можно проанализировать на выписанные авансы. То есть, если мы получали деньги, все ли авансы выписаны на полученные деньги, не является ли ваше предприятие налоговым агентом. то есть, вот видите, перечень достаточно большой. Если у нас активирована функция ВЭД, то, естественно, декларация при импорте товаров. Мы сейчас переключимся, чтобы посмотреть. Вот у нас открывается, если я выбираю какое-то юрлицо, то будет только по нему. Если я не выбираю какое-то юрлицо, то будет по всем организациям. Та же самая история с периодом и, собственно говоря, создать декларацию, то есть, посмотреть на самом деле, что у меня по вот этой компании моей и вот этому контрагенту, что у меня с ним было. То есть, открывается обычно общий документ, общий журнал документов, и тут уже мы выполняем какие-то конкретные действия. сейчас мы больше, наверное, про НДС ничего не скажем, потому что потом мы будем с вами еще смотреть отчеты по НДС, и там можно будет что-то сказать. Еще одно, что надо обратить внимание, что при переходе вот по вот этим ссылкам, ну, допустим, возьмем НДС с авансов полученных, выберем конкретную организацию, например, вот так, и нажмем, что формируется. То есть, у нас формируется таблица вот с такими значениями, то есть, здесь мы видим счет фактура, которая у нас имеется, расчетная сумма, ну, то есть, форма таблички у нас будет вот такая. И, как вы видите, правила отбора, допустим, не установлено, откуда у нас здесь это правило отбора, у нас практически во всех таких отчетах есть режим настройки, и мы можем задать какие-то дополнительные параметры для того, чтобы формировалось именно то, что мне требуется. Это можно редактировать, начиная от полей, то есть, мы выбираем, передвигаем сюда тот вариант, что нас интересует, до набора, то есть, мы можем и текст, и шрифт, ну, редактировать, собственно, любой показатель. И достаточно большой, то есть, напомню, мы с вами смотрим помощник по учету НДС, то есть, вот это все касается анализа документации перед составлением декларации, то есть, вы прошли, все вот эти отчетики просмотрели, программа нам сказала, что НДС все хорошо, у нас нет пропущенных, не выписанных счетов, фактур, у нас все зачтены по авансам выданным, то есть, мы проверили вот это все, и все отчеты по НДС у нас есть в электронном виде, и вот после этого мы с вами можем приступать к формированию декларации, то есть, этот помощник помогает проанализировать от самых первых шагов состояния документов до конкретной декларации, и у нас еще есть вот такой дополнительный сервис, это сверка данных учет НДС, то есть, что ваши партнеры разместили всю информацию, то есть, у них есть в электронном виде вся информация, которая у вас указана в качестве, например, входной. Как вы видите, помощник по учету НДС и счета фактуры и таможенные документы, то есть, принцип тот же самый, что выделяются счета фактуры, декларации, проверяется полнота выписки счетов фактур, если у вас это касается, например, товаров, ну, то есть, проверяется весь цикл. И жирным шрифтом обычно выделены либо помощники, либо вот такие групповые журналы и с показателями разных процедур. после того, как мы проверили, что у нас все авансы корреспондируют либо с входными платежами по НДСу, либо там и так далее, мы с вами заранее заполнили все статьи распределения расходов, отражения прочих доходов и расходов все такое. То есть, фактически, вот этот раздел финансовый результат и контролинг позволяет в оперативном очень в общем-то порядке проверить, нет ли у вас каких-то грубых ошибок, которые приведут к искажению бухгалтерских результатов, все ли у вас выписано, полноту выписки счетов фактур или других документов и смоделировать финансовый результат, не дожидаясь конца месяца и закрытия всех периодов. Потому что, если вы видите, что у вас какой-то очень странный результат получился, то это значит, что вы где-то не ввели какую-то серьезную процедуру. Блок финансового результата контролинга у нас достаточно тесно связан с регламентированным учетом. Я сейчас покажу немножечко другой, то есть сначала нерегламентированный учет, а после этого мы немножко по регламентированному учету еще пройдем и посмотрим, что нам надо заполнить, чтобы все друг с другом нормально билось. То есть кроме того, что мы проверяем так сказать административно, то есть качество работы наших операционистов, у нас есть еще страховочные, если можно так сказать, отчеты, которые помогают предприятию, главному бухгалтеру чаще всего сопротивляться каким-то обвинениям, которые выдвигает налоговая инспекция, например. То есть это чаще всего касается проверки контрагентов. Например, если вам предъявили налоговые органы обвинения в том, что вы занимаетесь обналичкой, то есть опять же это проверка контрагента, ну или какие-то другие операции, то у нас есть вот такой надежный исходящий остатка 1С парк. 1С парк это у нас дополнительный сервис, мы его смотрели с вами на самой первой выписке, сейчас я снова вернусь в наши слайдики, вот они у нас, и вот, сейчас один момент, не вижу, у нас, когда мы только открываем программу, у нас с вами высвечивался результат по действиям с сервисами, то есть когда мы видим, какие сервисы у нас доступны, и там из доступных сервисов есть 1С контрагент и 1С парк риски, не буду я уже искать слайдик, на котором у меня эта информация записана, вернемся лучше снова в нашу программу, и соответственно для того, чтобы минимизировать так сказать потери от таких от таких наездов лучше заранее запастись всеми подтверждающими документами, что мы все необходимые мероприятия провели, что мы проверили своего контрагента на все риски, которые существуют, и предохранялись достаточно действенными способами. То есть, во-первых, это надежность входящего НДС, то есть, что у нас нету фирмы доневых, что у нас никто не отмывает с нас деньги, то есть, вот такой отчет мы можем получить, ну, соответственно, с наличием каких-то по нему движений, и подтвердить то, что это действующий контрагент, он работает, он сдает отчетность, он платит налоги с помощью выписки из EGRU, ну, и, соответственно, получение вот этой информации из доступных в общем пользовании сервисов. То есть, вот это мы с вами смотрели 1С парк риски. Еще очень удобный сервис, который тоже помогает подстраховаться от разных наездов, это 1С контрагент, то есть, в этом случае у нас минимизируются риски, когда контрагент может попасть, например, по классификации банков светофор, попасть, например, в красную зону. Я думаю, что все уже, к сожалению, столкнулись с такой возможностью. Так, это мы с вами смотрели помощника по НДС, мы сейчас отсюда уйдем, поскольку про это мы уже проговорили. И посмотрим вот что, то есть, смотрите, когда мы с вами говорим про финансовый результат, естественно, кроме того, что мы проверяем партнеров по НДС, с которыми мы работаем, мы должны проверить, все ли у нас оформлены документальные движения между своими компаниями, то есть, документы по ВГО, так называемые, документы по внутригрупповым операциям. Ну и, соответственно, чтобы у нас закрытие месяца происходило уже после того, как выписаны все такие документы. дальше мы проверили, что у нас все доходы и расходы распределены правильно, что мы ничего не забыли отразить в учете и, собственно говоря, что у нас целевые показатели все включают то, что вот мы настраивали на первых этапах. ну и дополнительный сервис это обмен сегаис, если вы, соответственно, занимаетесь лесом, дровесиной. И вот еще один сервис, который очень интересен, это помощник исправления остатков товаров организации. то есть вот по нему небольшая справочка, если вы не помните, что это или засомневались, то вы можете, естественно, перейти по ссылке и здесь достаточно подробно расписано, что будет происходить при запуске вот этого помощника. Так, ну вот отсюда мы сейчас уйдем. Это мы с вами смотрели дополнительные сервисы. вот. И на самом деле практически большинство из этих сервисов при наличии подписки вы можете, естественно, ими пользоваться. Но мало того, что, допустим, сервис проверка контрагента дает возможность и распечатать, и, ну, как бы, приложить к досье контрагента достаточно много разной информации. это просто еще очень хороший помощник для минимизации ручного ввода. Ну, то есть, короче, помощник для ленивых, потому что, когда вы вводите ИНН контрагента, то он, естественно, вам всю информацию, которая содержится в открытых источниках, то есть КПП, ИНН, ОГРН, адрес и так далее, она заполняет в программу, причем заполняет правильно, у вас не возникает дублей, и заполняются, кроме таких общих принятых данных, заполняются ответственные лица, как правильно называется, директор или генеральный директор, это на тот случай, когда у коммерсантов первоначально, например, нету информации про этого контрагента. Сейчас мы снова вернемся к нашим. Мы с вами вот говорили про помощник по учету НДС, это вот просто, чтобы у вас хотя бы на зрительном уровне отложилось, где он находится, то есть это у нас финансовые результаты контролинг, раздел НДС и вот он наш помощник по учету НДС. И вот наша следующая картинка скам, это собственно разделы, которые есть в этом самом помощнике. И собственно говоря, все, что касается отчетов по НДС, то есть возможности перехода на те разделы, с которыми нам надо либо свериться, либо подтвердить информацию. и по спарку НДС 1С спарк мы видим форму отчета, который мы получаем по данным, которые уже внесены в программу и собственно содержат сведения по нашему контрагенту. А вот здесь вы видите, что цветовая градация царисков, она в принципе корреспондирует с нашими и с цветами, и с банковской градацией светофор, которые сейчас действуют, которые возможно уже многие сталкивались. То есть это когда ваша компания проводит платежи, например, с опасными клиентами, которых банк посчитал опасными и перенес их в красную группу. В этом случае у вас как минимум банк запросит сведения об этом контрагенте и как максимум потребует у вас документы, которые подтверждают, что это не одна дневка, что их не стоит заблокировать, что им вообще какие-то деньги переводить можно. Сейчас мы немножечко с вами про учет доходов и расходов еще поговорим, а потом в конце самой лекции мы вернемся к проверке контрагентов, которые можно получить по сервису 1СПарк и еще глянем пару слайдиков по поводу дополнительных возможностей посмотреть риски, которые связаны например с банковскими операциями и с присвоением цветовой категории вашей компании. Значит, после того, как мы проверили всеми возможными способами контрагентов, набрали себе так сказать подушку безопасности всяких документов, которые подтверждают, что мы не спонсируем терроризм и мы не являемся содержателями всяких допустим непатриотических организаций, мы можем переходить к учету доходов и расходов, то есть это у нас будет подготовка к составлению баланса. А вот здесь смотрите какая вещь, то есть здесь мы используем уже стационарный отчет, вот видите воловая прибыль например. Если мы с вами переключимся и откроем сам раздел финансовые результаты контроллинг, то здесь вот в отчетности видите у нас ничего этого нету. Напомню, у нас этого нету здесь, потому что все отчеты у нас вынесены вот в отдельный раздел. Если мы переходим в этот раздел, то вот она у нас отчетность по доходам и расходам и собственно подготовка расчета финансового результата. И вот здесь у нас с вами активируется информация, которую мы должны были задать на этапе заполнения, заполнения справочников и так далее. То есть соответственно валовая прибыль по полной отгрузке, ну или любой документ из тех, которые мы вот здесь видим, допустим валовая прибыль предприятия, это вот мы показывали как сделать, ну как можно сделать свою копию. И теперь мы здесь видим, ну во-первых период я оставлю его с января месяца, вот, то есть мы можем задать и месяц, и квартал, и полгодий, и год, ну в зависимости от того, что вам требуется. Подразделение я не меняю, то есть мне не нужно, у меня подразделение не выделено на отдельный баланс, мне не нужны данные по ним, и возможно, если есть подразделение, то возможно группировка по менеджерам, в этом случае я должна буду выбрать, ну поскольку у меня нет данных, то выбрать мне нечего. Ну вот я могу выбрать жертву, по которой я хочу посмотреть, что мне тут наваял, на самом деле естественно я должна выбрать менеджера, который работает либо с этой группой товаров, либо с этой территории, ну то есть любого, который мне нужен по данным, по аналитике, которую я хочу получить, и после этого я нажимаю кнопочку сформировать и получаю вот такой отчет, то есть оплата, вот допустим у нас по такому человеку была себестоимость и прибыль, ну в моем случае, поскольку данных нет, вот вы видите упущенную в результате возврата в прибыль по вот этому конкретному человеку я посчитать не могу, но валовая прибыль по полной отгрузке у меня соответственно имеет такой же блок настройки, где я могу выбрать менеджера и выбрать допустим сегмент клиентов если я заполнила справочник сегмента заполнить ну какой-то из из вот этого списка какой-то конкретной позиции например ну пусть будет оптовый клиент например вот так и соответственно получу вот такой отчет потому что данных у меня по этому представителю не было и здесь обратите внимание то есть вот он раздел дохода и расхода финансового результата это фактически то что у меня повлияет и на предварительные предварительное закрытие месяца ну и соответственно уже на окончательное и вот у меня блок отчетов которые касаются товара движения и вот у меня блок отчетов которые связаны с НДС ну и вот у меня управленческий баланс обратите внимание здесь если мы переходим с посылки то во-первых естественно мы можем выбирать те позиции которые меня интересуют для аналитики а второе я могу через настройки добавить что например я хочу два предприятия посмотреть две организации своих ну и собственно говоря задать другие настройки то есть практически все отчеты которые у нас выведены вот такие вынесены вот таким образом ну и не только таким образом в общем-то имеют блок настройки и можно задавать ту аналитику которую вам нужно просмотреть на данный период закрываем это то есть у нас в блоке финансовый результат кроме документов с которыми мы можем работать есть отчеты то есть группированы в отдельное в отдельный блок то есть отчеты которые участвуют в составлении регламентированных отчетов или регламентных операций дополнительный сервис здесь который вы видите это консолидация исполнение используете регрессивное обложение и так далее то соответственно это дополнительные либо помощники либо дополнительные функции а вот здесь у нас находится либо стандартные отчеты либо отчеты в которые можно через настройки добавить какие-то свои требования и формировать уже более конкретно теперь мы с вами снова переключимся к слайдику это вот то что мы с вами уже посмотрели валовая прибыль предприятия то есть у нее есть возможность настройки и дополнительно каких-то выведения каких-то критериев у нас есть управленческий баланс я могу выбрать по какому юрлицу или выбрать все вместе ну то есть настроить тоже с какими-то дополнениями с какой-то аналитикой которую я хочу видеть то есть все отчеты как мы видим имеют возможность настройки и соответственно это мы видим справочник по распределению доходов как можно его допустим организовать или заполнить то есть справочник распределения доходов точно так же мы можем расходы настроить по направлениям деятельности сейчас мы с вами поговорим про дополнительные сервисы и отчеты которые мы можем получить ну скажем так которые коррелируют с данными которые нам требуются для финансового анализа и дополнительно каких-то отчетов или заполнения регламентированных документов мы снова переключаемся на наш на нашу демо базу и здесь у нас давайте посмотрим то есть мы уже посмотрели что здесь у нас тематические помощники здесь у нас в общем-то стандартные отчеты которые мы можем через меню настройку редактировать дополнительно какими-то запросами каких-то данных а вот теперь нам меня интересует а что у нас есть еще для того чтобы помочь мне перед составлением допустим отчетной декларации или баланса это у нас с вами все находится в большинстве в регламентированном учете то есть вот мы с вами сейчас переключимся в регламентированный учет и здесь у нас вот что как видите тоже вынесен в отдельный пункт настройки и справочники но настройки и справочники здесь в основном представлены ссылками на дополнительные либо классификаторы либо группы ну то есть в основном по гиперссылкам это мы с вами отчеты по финансовому результату мы сейчас их закроем чтобы они нам не мешались при переходе а это оставим начальное заполнение тоже не будем мы сейчас смотреть так значит мы с вами в регламентированном учете и в качестве дополнительного сервиса нас будет интересовать вот что то есть настройки и справочники это в основном переход к уже существующим справочникам классификаторам и так далее а вот именно для формирования у нас формирование регламентированной отчетности у нас есть отчетность 1С отчетность при этом если я перехожу по ссылке регламентированной отчеты у меня сейчас запустится вот она такая рекламка где 1С себя хвалит и пишет что 1С отчетность это не только группа отчетов но это и дополнительный сервис который позволяет корреспондировать с например налоговыми органами то есть с фискальными органами напрямую из конфигурации 1С то есть в этом случае у нас получается выпадающее звено это оператор электронных каналов связи то есть не нужно делать файл выгружать его на какой-то отдельный ресурс и потом с этого ресурса загружать снова в такую отчетную программу ну типа с без плюс калуга астрал там контур и так далее потому что обмен происходит напрямую с сайта налоговых инспекций на вашу конкретную конфигурацию на самом деле это достаточно несложно он устанавливается очень легко то есть достаточно перейти по гипер ссылке это можно сделать самостоятельно и не искать допустим сис-администратора чтобы это выполнить ну а поподробнее что позволяет сделать этот сервис вот по этой ссылочке можно подробно почитать на самом деле там действительно достаточно интересные функции ну и самое главное на самом деле это сокращение времени на обмен документами потому что если у нас например по требованию налоговой пришли какие-то данные которые доказывают что налоговая признала нашу отчетность не предоставленной то у вас есть всего 5 дней для того чтобы предоставить им ответ на требование и доказать что не-не-не у нас все было правильно и согласитесь если из этих 5 дней 2 выпадет 1 на обмен с оператором в налоговые органы и 1 на обратный то останется вместо 5 дней всего 3 это все-таки уже ощутимо сейчас мы это закроем и как вы видите у нас вот здесь вот есть линеечка то есть если мы просто переходим к регламентированному отчет вот наш блок отчетности и здесь есть вот эти вот пункты которые мы видим если открываем регламентированные отчеты то есть в этом случае мы попадаем в общий журнал наших отчетов то есть вот здесь у нас как бы на данный момент входят те операции которые я уже выполнила то есть я создала отчетность например заявление о ввозе товаров уведомления о контролируемых сделках то есть для того чтобы сюда добавить что-то я могу нажать кнопочку и в этом случае у меня закладочка избранная это то что я вижу здесь в журнале а закладочка все это все что есть в этом блоке и соответственно ну вот например я выбираю что отчетность по физлицам и что хочу я видеть например хочу я видеть пусть будет ЕФС 1 в этом случае я знаю что ЕФС 1 это практически сведения о трудовой деятельности работников и в этом случае я выбираю его и после того как у меня сформируются нужные данные мне будет доступен отчет если я его делаю за нынешнее время то это будет выбор печатной формы вот допустим беру печать и это будет форма ЕФС 1 и если я хочу сдать какие-то корректировочные сведения за прошлый период то в этом случае я соответственно возьму СЖВТТ то есть это возможность сделать себе набор того что вы постоянно используете и не мусорить себе сюда всеми другими средствами следующий в общем-то момент это личные кабинеты но уже вот в этом случае мы работаем с кабинетами для юрлиц то есть для вашей каждой организации которая входит в ваш ну например холдинг и интересовать нас будут личные кабинеты ФСС то есть общие сведения про ваше предприятие про проверки про какие-то там штрафы если были начислены и личный кабинет электронных листков нетрудоспособности проверки видов деятельности ну и так далее то есть все социальные допустим все что касается социальных выплат это просто более удобный более быстрый способ ну и естественно он будет корреспондировать с вашими данными которые в финансовом анализе вы например получаете по расходам ну по каким-то другим основаниям и хочу обратить внимание вот на вот этот вот замечательный так сказать портал но на самом деле статистика уже очень давно уже наверное года три так точно писала что за несдачу за несовременную сдачу за нарушение сроков будут применяться штрафные санкции но как-то это проходило спокойно и народ достаточно расслабился на тему статистики а с прошлого года статистика начала реально штрафовать за нарушение сроков и несдачу отчетности и штраф достаточно серьезный то есть на первый случай до 70 тысяч рублей повторно это до 150 тысяч рублей поэтому лучше один раз потратить время зайти на портал то есть видимо попадем в личный нет участников но вот к сожалению грузится он у меня достаточно долго я не смогу показать и проверить под какие выборки попала ваша организация потому что по статистике в начале года было достаточно много изменений много предприятий оказались попавшими под какие-то отчеты и проверить по вашему ННО что должны сдавать в реальности потому потому что сами видите в наше время достаточно быстро меняется информация и о ваших обязанностях и о документах которые вы должны готовить и так далее ну в общем-то к сожалению мы уже немножко перебрали по времени и вернемся мы снова в наши слайдики сейчас мы туда переключимся так наши слайдики и хочу я вернуться снова к нашему титульному листу и напомнить вам наши контактные данные то есть наши почты телефоны телеграм каналы и адрес нашего сайта сказать что мы будем рады сотрудничеству будем рады оказаться вам полезными компания Кодерлайн выполняет абсолютно весь спектр работ которые касаются программного обеспечения на платформе 1С поэтому если мы чем-то можем быть полезным мы с удовольствием предлагаем свои услуги и надеемся на сотрудничество на этом разрешите закончить нашу встречу компания Кодерлайн прощается с вами благодарим вас за уделенное нам время за интерес к нашим встречам ждем вас на следующих встречах и надеемся что наша информация оказалась для вас полезной всего доброго субтитры и надеемся субтитры Продолжение следует...